Рассел Мора, рефери в ринге. Итак, 12 раундов предстоит нам посмотреть. Ну вот, рефери, наверное, весь бой будет общаться на испанском с этими боксерами, что вполне понятно. Видим, какая серьезная разница в возрасте Ригондо. Ну и разница в количестве боев, да, при этом? Да, так же еще. Ригондо старше, а дрался меньше. Да, 19 поединков всего. Хотя довольно давно на профи ринге. Итак, первый раунд. Сразу пускает сильнейшую левую Ригондо в ход. Вышли довольно быстро на ударную дистанцию. Много, очень много работает Ригондо. Джебом передним. Третий удар. Посмотрел в лево. Аперкот. Быстро. На этот раз он очень резко начал, в отличие от всех своих предыдущих боев. Вот мы говорили о его стиле, да, когда он так не спеша, спокойно. Замучивал соперник. Замучивал, да. Точное слово очень подобрал. А сейчас вот сразу ринулся вперед. И уже мы видели, сильнейшую руку пустил. Три раза в ход. Да, у него довольно быстрый этот удар. Еще потому что цеха выглядит как-то чуть медленнее. У Ригондо ручная скорость на весьма высоком уровне. Причем обратили внимание, да, вот эти удары левый он провел под разными углами. Перекрылся. Длинная серия от Хулио. Но все, пока по защите, хотя вкладывался довольно серьезно. Вот Аперкот пропустил сейчас Ригондо. И в туловище пропускает удар. За этим, после этого, право-боковой. Ну, мексиканец прекрасно понимает, что этот шанс он получил. И, конечно, он будет стараться использовать его по максимуму. Он готовился. Ну, потому что, да, такой эскальпс. Когда он вышел бы еще на претендентский бой. А тем более, выйдя, если он получит это право, после того, если победит Ригондо, то, конечно, его многие будут считать уже фаворитом. Но для этого надо, конечно, сегодня победить. Смотри, снова неплохо пробивает в корпус. Ну, уперлись так вообще уже на ближней дистанции. И еще полшага вперед сделали. Выпад от Ригондо мы выведали. На внешнюю сторону зашагивает Цеха. Мы говорили, что у Цеха есть удар. Об этом говорит статистика в первую очередь. Ну, и разница, конечно, в 12 лет в этой весовой категории внушительная. Снова нам показывают главную звезду сегодняшнего вечера. Я вот вспоминаю тот декабрьский бой. И, несмотря на то, что такое неожиданное судейское решение было, но вот я, когда просматриваю... Кстати, ты же работал на том поэзии. Да. Я смотрел его уже после, в записи. Так вот, меня, конечно, удивила реакция. Дзермела. Он нисколько как бы... Да, он такой очень-очень какой-то спокойный был. В отличие от Харрисона. Харрисона. Ну, тот не ожидал, конечно. Тот не ожидал, начал скакать, прыгать. Снес с оператора немножко. При этом я обратил внимание, что Джермелл, проведя вот эти 12 раундов, выглядел так, как будто он только-только вышел на бой. Только разогрелся, да. Может быть, это его подвело в какой-то мере. О, мощная атака от кубинца. Разрывает чуть-чуть дистанцию. Но вот это стремление мексиканца каждый раз проводить вот эту комбинацию, начиная с левого по корпусу и потом перевод справа в голову или апперкотом, или боковым. Оно же такое становится постоянное. ниже пояса. Зафиксировал в рефере удар. Вот, видите, снова. Снова не забывает. От туловища соперника. Сеха. Ого, вот это номер. Хорошая серия. Поднял руки, пожалуйста, бей меня. И правым боковым, и левым боковым у меня железный торс и мне все нипочем. Как бы заявил Ригонко. Публика, да, оживилась. Ну, я такого давно не видел. Ригонко, да, тем более. Вот так встал на ударной дистанции, поднял руки и, пожалуйста. Это, может быть, кстати, у Ломаченко научился. Потому что Ломаченко же с ним так играл. Уже позволял тому пробивать, показывая, что твои ударные вообще не действуют. Но Ломаченко гораздо мощнее был. Снова. Снова ниже пояса. Сейчас, может, последнее предупреждение. Оригоно, кстати, также, чем мы не сказали, он славился, в общем-то, умением тоже грязно боксировать. Но, правда, делал это более незаметно. Оригоно, кстати, вернулся к своему старому тренеру Кронишилцу. Они с ним не работали порядка десяти лет, по-моему. Ну, вот такая перезагрузка явная, конечно, которая происходит с этим боксером. По порядку около семи лет они работают. Ну, все равно огромный шрок. Да. Ох, хороший апперкот. Я оттянулся, ушел назад сразу. Причем белый пробивал. Вынужден догонять. Отвечает апперкотом мексиканец. Ну, мексиканцу, кстати, комфортно работать вот так, на ближней дистанции. Постоянно туда рвется. Это он начинали со средней. Сейчас вообще вошли на расстояние локтя буквально. Плотный бой. Очень плотный. У нас второй раунд. А уже мы видели такие неприятные удары с той и с другой стороны, которые дошли до цели. Ну, вот сейчас двойка, корпус-голова от хулё. Аперкот на апперкот. И снова в корпус. Но вкладывается в цеха? Вкладывается, потому что, да, когда бьет особенно по туловищу, он обязан это делать. еще раз скажем, очень плотный бой. Никакой разведки мы не видели. Бойцы сразу приступили к решающим действиям, причем вкладываются в удар, особенно мексиканец это делает. Момент, когда удар был ниже пояса, нам повторили. Так, третий раунд. по-прежнему начинает с бомбардировки джебом Ригондо, но при этом цеха стремится вперед. Ригондо хочет опять войти в ближнюю дистанцию, это понятно. Ригондо на этот раз решил позакручивать, пропустил удар по корпусу. все-таки ушел на среднюю дистанцию. И хотя руки у Ригондо быстрые по-прежнему, но такое впечатление, что он не всегда успевает в принципе за тем, что делает мексиканец. Но, с другой стороны, впечатление, что он просто принимает эти удары и особых не боится. Похоже на это, да. Дает выработаться, ты думаешь, сопернику. Вполне возможно. И сейчас довольно часто Ригондо кричат держись на дистанции. Вот теперь промахивается уже с эхо. Ну, продолжает искать удары. А для него это вот стиль такой. сейчас трехударная серия прошла. Ригондо вынужден оживиться. Вот перчатки. Левый в туловище и левый в голову. Довольно часто его с эхо используют. Очень неприятно. Да. И вот апперкот снова от него. Сейчас побольше, кстати, мексиканец попадает. Потому что и между перчаток запускал удар они проходили за также боковой тот самый левый. Вот сейчас в предыдущем эпизоде. И снова по корпусу. Вот хорошая комбинация. Ригондо раскрылся в этот момент. Как раз. Не успел отскочить подальше. Ригондо тут же его достал. Опять пропускает серию. Боковым очень часто сэхо заканчивает свою комбинацию боковым слева. И снова хорошая комбинация вот который раз. Боковой апперкот. упорный очень бой еще получается. Кроме плотности еще оба очень упертые. И честно говоря я Ригондо давно не видел вот таким. два боковых. Причем Ригондо отвечает практически на каждую атаку. Такое ощущение что у него там сейчас микрокомпьютер работает который просчитывает все варианты. Потому что Ригондо может еще и прибавить. Но во всяком случае пока такое впечатление складывается. Высчитывает оптимальные траектории. Закончен раунд. Очень спокойно Гильер Моригондо отправляет в свой угол. Такое ощущение будто накутер с эхой его и не бил ударами чистыми которые мы видели. Но не смущен совершенно. Да. Смотрим на повторах эти моменты вот удар и вот это перехват как раз да. вот из трех ударной серии только один чистый пришел с локоть второй сбил и третий не прямой удар был чистый вот апперкот пожалуйста и ответ от Ригондо то же самое микрошаг то есть выставляет еще перчатки он практически все удары в голову принимает через перчатки все-таки успевает еще подставить руку и сделать так чтобы чиркнул цеха по защите не так много именно четких чистых ударов пропускает Ригондо ну а то что пропускает в корпус который проходит довольно чисто они как будто ни по чем ему совершенно он там еще тоже в корпус он в основном пропускает справа боковой потому что под левой практически всегда локоть на месте боковой апперкот и ответ такой же от Ригондо 5 драков телефонной будки близко заходит то вовнутрь то снаружи по длине решил вот тяжелый удар сейчас был длинный в общем-то у хулио у него в основном трехударные серии причем он с ними довольно часто повторяется что он либо начинает через левый боковой либо этим левым боковым заканчивает и постоянно где-то в середине еще пытается пробить апперкот ригондо с апперкота начал да то есть ригондо с его боксерским интеллектом в общем-то эти все читают серии да уже должен читать но кое-что проходит в этих сериях не кое-что а иногда даже ну все еще не прошло ни разу на мой по словам из трех ударов до один где-то проходит ну для боксера который обладает хорошим ударом и одного достаточно но ригондо все нипочем вот ушел хорошо снова не заходишь ну что все снимет балл последнее предупреждение и головами поосторожнее но они действительно так опустили но это неизбежно ну плюс еще противостояние в зеркальной стойке конечно а сека сейчас поменьше вкладывается полегче удары начал набрасывать пытается побыстрее работать вот опять легкие серии и хороший ответ от ригондо нехороший а просто замечательно так почувствовал этот удар чуть-чуть его болтануло и четвертый раунд также закончился вот апперкот и вот ответ да на один удар и гонда отвечает двумя чем еще даже дальше качнул корпусом заставил перекрываться тэпирует руки жемелу чарло там его сын на заднем плане ну ну и хорхе кота также здесь так как бой проходит в неваде то вот эта скрутка между пальцев она разрешена а вот в нью-йорке например представители атлетической комиссии запрещают ее делать конечно в нью-йорке совсем другие правила по тейпированию пятый раунд между тем у нас уже одиночный успевает пока среагировать и снова в туловище Ригондо больше складывается боковой ты прав такое ощущение что мусиканцы удары стали менее опасны когда они были посильнее Ригондо их терпел спокойно а сейчас хотя иногда совсем точное попадание оно может компенсировать да но Ригондо сейчас в пятом раунде начинает вкладываться вкладываться причем хорошо попадает и больше выбрасывает попадает хорошо он очень хорошо чувствует соперника всегда это его одна из сильнейших черт вот отлично оттянулся убрал голову посмотрел и врезал тяжеловато получается пробивать и с уложением корпуса апперкот и продолжает Ригондо свою бомбежку да переломный раунд похоже мы начинаем смотреть друзья сейчас пропустил и осталась перчатка на челюсть у Ригондо он даже не среагировал убрал голову чуть в сторону и пробил слева все в защиту финальный удар только при защите и удары посмотри насколько легче стали и насколько тяжелее стали удары у Гильермо что делает мексиканец вот пропустил правда Ригондо но он уже этих ударов не боится ром но мне кажется изначальных не боялся особо ну а сейчас тем более а сейчас да ушел вниз опять-таки заставляет Хулио промахиваться мексиканец растерял нить своего боя пытается периодически прятать силовой удар здесь сам уже ниже ударил куда-то в бедро пришелся этот левый боковой сталкивает назад Ригондо заканчивается раунд но очень хороший раунд для кубинцев опять свеж и возвращает свой угол длинная комбинация от мексиканского боксера но вы видите удары все легкие шестой раунд ну что так же агрессивно начнет его Ригондо как и предыдущий ну смотри как интересно он вначале хорошенько поработал на сопернике а в концовке раунда отдал тому снова чуть-чуть инициативу да чтобы тот сил побольше потратил ух ты отлично здесь тоже оба надо отметить делают упор на апперкоты но правда сейчас апперкоты гильермо выглядят более значимыми и вкладывается по-прежнему а здесь тоже Ригондо правильно делает он пока свеж он работает плотно дальше дает сопернику поработать для того чтобы того усталости больше накопилось за вот эту на минуту перерывы когда уходишь чтобы меньше времени на восстановление было это как раз то самое свойство то самое умение гильермо Ригондо разложить бой по тому как ему выгодно заходит в сторону Ригондо упираясь головой соперника в чем также еще сохранил пластичность корпуса гильермо как сейчас например ушел пожалуйста защита корпусом во всей красе снова смотри дает сопернику пробивать почти сейчас не отвечал вот был эпизод секунд 30 наверное может сейчас в концовке начнет работать здесь кто-то в плечо в лопатку даже пробивался вот длинная серия от мексиканца плотный блок гильермо ну вот сейчас финальная минута раунда по идее он сейчас должен перехватить и провести такую плотную эту минуту но нет пока довольно экономно работает повыше 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 удары вот хороший боковой удался ну теперь уже и мексиканец низковат удар нанес вот и драка начинается ну сейчас уже это так начинает характер проявлять потому что длинная очень длинная хорошая серия услышал как раз раскрывается раскрывался очень опасно сейчас раскрывался сэха ну вот так отдались эмоции боксеры ригонда что сделал он просто увидел что сэха побежал с таким кавалерийским напором на него просто подошел придавил голову к себе завязался в печь даже решил не играть в перестрел вот тот самый момент и вот повис раскрывался раскрывался сэха не получился плотный удар и точного ригонда было очень опасно вот здесь пошатнулся ригонда возвращал удары один на один и тут ну и тут более выгодного не придумал для себя ну ему надо было после того удара да прийти все какие-то 2-3-5 секунд чтобы снова вернуться что седьмой раунд более активное начало со стороны мексиканца ну а сейчас он у меня закрылся закралось такое сомнение это тактика ригонда или все-таки возраст дает знать да что он к концу раунда уже проседает не в состоянии поддерживать тот же самый темп так теперь уже замечание Кулио за то что низко бьет свои удары ну много работают по корпусу отсюда неизбежно вот такие попадания ригонда ищет варианта перехватить инициативу или ударить навстречу но все это в этом раунде очень много ударов выбрасывает и толком не дает ригонда собраться все как на поднял темп да стал меньше вкладываться но больше выбросил длинная серия вот мексиканца ригонда уходит вниз по-прежнему час уперся головой ну да в пятом раунде мы думали что перелом боя наступает но нет не наступил но пожалуй один вообще есть самых плотных и много ударных раундов провел гильермо ригонда я имею ввиду 5 но в шестом все как-то у него посыпалась чуть-чуть после пропущенного в конце 30 секунд до завершения 7 с этого таки вот таки кстати весь раунд практика в этом раунде ригонда не впечатлил прямо скажем такое впечатление заказывал что он чуть-чуть замедлился участники следующего боя джой спенсер на ваших экранах потому что и покажут нам раздевалку вакима блэка также фаворитом да спенсер не побежден интересная работа кстати еще с перчатками проминает их тренер но были они чтобы легли лучше по руке настраивают сэху хороший бой он выдает сегодня поддавливает мексиканец но пока без удара то про за счет движения регионов пытается перехватывать орегона кстати уже сам сейчас не идет в ближнюю дистанцию и не вкладывается удары смотри легкие удары но по цели уперся плечом пытался там наступает и надо как раз тоже хотел отметить то пропустил двойку опять серия и снова натыкается не успел среагировать уже дважды слева боковые доходят до цели хули регионы начинает уставать уже не так точно бьет это признак усталости да и в целом то вот это силовое бодание на ближней дистанции но тоже же не способствует тому что остаешься свежим это по-прежнему очень интересный момент который использует хулио сэха легкие-легкие удары остановить кто-то в лоб просто набрасывает так работая кистью и все снова труда в корпус и два силовых подтягивает опять регон до голову соперника к себе что так минус балл минус балл сейчас будет это серьезно это очень серьезно за удары ниже пояс и что из этого тоже сейчас а вот это вот выравниваем положение более-менее оба молодцы минус балл получили удары выше на счете не отражается вот явно ниже пояса конечно публика там по бунтовала немножко не но бы очень зрелищным отрицать нельзя зрелищный и при этом вдумчивый луч ох ты хорошо подошел тут же подтянул голову соперника вниз надавила не то есть ригон да вот если нибудь нельзя бить ниже пояса но буду просто соперников забить вниз тоже посмотрю отвечают отвечаю конечно молодец и молодец вот пожалуйста силы у него остались на такие танцовки а вот и уригорка покажи попадание лазил называют левый боковой чуть-чуть наверно времени не хватит чтобы добить и все смотрите вот эта пауза увидел рефери что-то в глазах у хулио сека о том что мексиканец не готов продолжает там до гонга осталось 8 секунд 8 секунд оставалось на год но раздевался конечно сахар да вот так вот спокойно казалось где-то в какой-то момент что начался чуть-чуть а пусть ровала руку левую руку гильермо и правую до правой опустил слева прилетел удар сейчас обязательно посмотрим повтор как это было здесь негодует угол могли бы работать рассмотрим с этого атаки с другого ракурса вот четкий подбородок до закрутил и увидел все сила не нужна была потому что очень по месту пробег срубил чем да хорошо и вложил корпус ригонда поймал момент там по-прежнему продолжает возмущаться угол мексиканца но на мой взгляд тоже можно было наверное дать возможность достоять думал да если бы это было там я не знаю ну так минуту до гонга падал бы уже так чем вставал то более-менее состоянии продолжить бой на мой взгляд в лесах да не вовремя его похвалил рассмотреть его и сергей получите славу и гонова прижим как-то вот тут ноль эмоций сейчас он всегда так но с другой стороны все-таки 38 лет хороший очень бой и пока еще очень тяжелый в фрежел и еще раз да здесь когда-то было на движение еще поймал потому что цеха хотел видимо запустить очередную свою длинную серию но в атаке был фактически вот смотри атакует уходит призна рано четко да вот чем привел он как убирает голову это школа уклон вправо и удар слева на время непростая победа но регландо становится претендентом на бой за звание чемпиона мира а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...